МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Набирающая ход БЧ в Минске сыграла в ничью со столицей 2-2. Светлогорский ЦКК вновь уступил. На этот раз лит Сельмашу 2-10. В Гомеле болельщики стали свидетелями очередного регионального дерби. ВРЗ принимал агрокомбинат «Южный». Вагоноремонтники в этом противостоянии были фаворитами. ВРЗ среди лидеров нынешнего чемпионата. Однако списывать со счетов «Южный» не стоило. Тем более, что летом команда укрепилась. В минувшем сезоне дружины обменялись победами. В первом тайме нынешнего противостояния зрители забитых мячей не увидели. Вагоноремонтники доминировали на площадке. Однако брешей в обороне «Южного» найти так и не удалось. Первый тайм, конечно, не было эмоций. Вроде игра хорошая, напряжение, но как-то не хватало эмоций. С ребятами поговорили, раздевалки. Тренер дал нам установку на второй тайм. Вроде бы выполнили. Анатолию Яновскому точно удалось найти нужные слова. Вагоноремонтники рванули с места в карьер. Первый серьезный звоночек для обороны «Южного» прозвенел сразу после старта второй половины. Евгений Клочко оказался один перед воротами соперника и буквально в упор расстрелял Валентина Позняка. Последний оказался на высоте. Спустя еще несколько десятков секунд галкипер «Южан» уже не смог помочь своей команде. Образцовая быстрая атака, в которой поучаствовали Дегтяренко, Гончаров, Клочко и Матвиенко, завершилась результативным ударом последнего. Стоит отметить ювелирный пас Клочко. 1-0. Не давая опомниться сопернику, футболисты ВРЗ забивают снова. Галы разделило менее 10 секунд. Отличился Дмитрий Шамлим. 2-0. Говорилось на установке, что концентрация должна быть на протяжении всех минут, и особенно начало таймов, каждого из таймов. Ну и так получилось, что как раз мы начало второй таймы и провалили. Надо дать должное «Южанам». Они рук не опустили и на протяжении оставшегося времени предпринимали попытки забить. Правда, и ВРЗ не закрылся, получив преимущество в два мяча. Так что моментов у обеих дружин было предостаточно, а матч не перешел в режим доигрывания. Закономерным результатом такой игры стали забитые мячи. На 32-й минуте Лемешко и Рябцев быстро разыграли угловой 3-0. Под занавес матча «Южанам» все-таки удалось огорчить Дегтяренко. Удар Мисаченко застал голкипера врасплох. 3-1. Выиграли, во-первых, по делу, создали больше голевых моментов. Но знали, что игра будет тяжелая. Она такая оказалась. Здесь дерби, здесь по-другому нельзя. После шести сыгранных туров ВРЗ остается в числе лидеров. Кроме вагона ремонтников, 15 очков в активе имеют Литсельмаш, Дорожник и Мопит. БЧ на восьмой позиции, южной строкой ниже. Светлогорский ЦКК замыкает турнирную таблицу. Новичок в стане гонбольного клуба «Гомель». Новым игроком женской команды стала Наталья Подосинова. Левая полусредняя дебютировала в субботнем выездном матче против Виктории Берестия. И помогла команде победить, отметившись заброшенным мячом. Ранее Наталья выступала за Бенту «Белас», Викторию Берестия и Польский Щетин. А мужская команда гонбольного клуба «Гомель» в этот же день на своей площадке принимала Гродненский «Кронан». Первые 15 минут гости провели в меньшинстве. Причина – отсутствие из-за болезни леворукового правого полусреднего, который, согласно регламенту нынешнего чемпионата, должен находиться на площадке первую половину стартового тайма. Это и лишило игру интриги. «Кронан» – команда неуступчива и способна преподнести сюрприз. К чести гостей «Гомель» не смог выжать максимум из численного преимущества. Хозяева выигрывали к перевелу всего пять мячей. Команда Гродна сегодня тянула время, а наша команда поддалась этому. Более трети второго тайма уже гомельчане провели в меньшинстве. Ни причина тому – невнимательность в защите. Как результат – многочисленное удаление. «Это все удаления были один в один. То есть во втором тайме расслабились, получили то, что они должны были получать». Несмотря на это, гомельчане не позволили сопернику подобраться ближе в счете. Хорошо вписывались в игру резервисты. В итоге Гомель победил 27-21. «В первую очередь была сыграть сегодня в защите от защиты. В принципе, нам удалось это в первом тайме. Те ошибки, которые мы допускали до этого, мы сегодня их исправили». «Тяжело играть, конечно. Команда, в принципе, сильная. Мы могли навязать ей борьбу, если выиграли хотя бы в рану всталах изначально. Этого не было. Поэтому плюс еще там непонятных пару судейских решений вывел команду из равновесия. Я как мог успокаивал, но до конца этого так и не получилось». Уже завтра Гомель проведет очередной матч чемпионата страны. Игра против БГК-2 состоится в Гомельском дворце игровых видов спорта. И еще немного о гонболе. В ближайшую субботу женская команда гонбольного клуба «Гомель» проведет первый матч второго квалификационного раунда Кубка ЕГЭФ. Соперником наших гонболисток будет румынская команда «Дунеря». Матч начнется в 17.00. Этот спортивный праздник еще впереди. О значимых событиях, которые уже произошли, в нашем обзоре. Футбольный клуб «Гомель» возвращается в высшую лигу белорусского чемпионата по футболу. Зелено-белые за четыре тура до финиша чемпионата обеспечили себе место в сильнейшем дивизионе. «Гомель», напомним, возглавляет турнирную таблицу первой лиги. Также досрочно в высшую лигу пробился и Могилевский «Днепр», который занимает второе место в чемпионате. Обе команды недосягаемы для ближайших преследователей. В Речице состоялся Кубок Беларуси по велокроссу BMX. На старт выходили спортсмены из Минска, Брестка и Гомельской областей. Всего более 90 человек. Сильнейших выявляли в пяти возрастных категориях. Успешно сложились соревнования для хозяев трассы. На Речицке спортсмены завоевали шесть золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград. В Гомеле состоялся 14-й межгосударственный турнир по панкратиону «Белая Русь». Соревнования были посвящены управлению Следственного комитета Беларуси по Гомельской области. Панкратион – древний олимпийский вид единоборств. Его возрождение началось в конце 80-х годов прошлого века. Современный панкратион – это смесь единоборств с широким арсеналом приемов и техник. Ограничения минимальны. Это и придает поединкам особую зрелищность. В турнире «Беларусь» приняли участие спортсмены возрастом до 19 лет. Из всех регионов Беларуси, а также из украинского Чернигова. Всего более 50 человек. Победителей выявили в семи весовых категориях. В Гомельской области завершился второй этап республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для королевы». Около 400 детей прошли тестирование. Главная цель проекта – поиск будущих звезд легкой атлетики. В первом этапе приняли участие ученики первых-третьих классов со всей области. Тестирование проходили непосредственно в школах. Собранные данные отправили в Белорусскую федерацию легкой атлетики. Там отобрали почти 400 детей. Они приняли участие во втором этапе. Заключительные тестирования проходили в Жлобине, Мозыре, Светлогорске и Гомеле. Показатели каждого ребенка записали. В федерации отберут лучших – всего 43 человека. Во время осенних каникул ребята пройдут подготовку под руководством лучших детских тренеров. А в декабре во время финального этапа будут защищать честь Гомельской области. Сильнейших борцов из Белоруссии, России и Литвы собрал в Гомеле юношеский турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Владимира Копытова. Нынешний турнир – 22-й по счету. В разные годы многие звезды борьбы еще в ранге подающих надежды боролись за награды на этих соревнованиях. 34 команды и почти 240 участников. Такая массовость для турнира на призы Владимира Копытова – обычное дело. Способствуют этому и сроки проведения турнира. Сезон только начинается. Впереди первенство мира и Европы. Обкатать ребят в серьезных поединках, просмотреть кандидатов в сборные – с такими задачами в Гомель приезжают команды из-за рубежа. Это один из самых главных наших стартов по турнирам зарубежья. Потому что начинается новый сезон, и уже ребята потренировались. Для нас это очень важно – проверить свои силы в начале сезона. Едем сюда каждый год и очень довольны, потому что получаем очень хороший спарринг. Такие же задачи и у хозяев турнира. Владимир Копытов сам тренирует кадетскую сборную Беларуси. На эти соревнования собирают сильнейших спортсменов со всей страны. Причем турнир держит высокую планку из года в год. Турнир у нас традиционно сильный, потому что идет как начало года. Идет отбор этого возраста на мир и Европу. Именно молодежная команда отбирается первый старт, можно сказать, у нас на турнире. Поэтому вся Белоруссия у нас здесь. Ну и традиционные иностранцы, кто к нам ездит эти 20 лет, стараются не пропускать тоже. Поддерживают нас турнир. Богат турнир не только на хорошие поединки. Традиционно среди гостей много известных борцов. Чемпионы Европы, мира Олимпийских игр. Общение с прославленными спортсменами и кумирами – хороший мотиватор для юных борцов. Тем более, что некоторые чемпионы проходили спортивную закалку и на этих коврах. Здесь у нас присутствует двукратный чемпион мира Олимпийский, который прошел этот турнир. Он боролся раза три. А есть у нас Казакевич, призер Олимпийских игр, призер чемпионата мира. Он с Литвы, который здесь тоже начинал вот таким мальчиком и добился таких результатов. Начало октября в мире белорусского спорта ознаменовалось важным событием. В Могилеве прошел открытый кубок страны по бодибилдингу и фитнесу. В соревнованиях приняли участие 202 атлета из нашей страны, а также из России. Большая делегация участников представила и Гомельскую область. Без наград наши атлеты не остались. Игорь Игнатенков и Владислав Коновальчук стали третьими в своих категориях. В категории бодифитнес победительницей стала Юлия Сарнавская. В категории фитнес-бикини серебряным призером стала еще одна гомельчанка Юлия Неверовская. Впечатлениями о минувшем турнире и планах на будущее спортсменка поделилась с нашей съемочной группой. Эта хрупкая девушка тягает гантели, жмет штангу и выполняет весь комплекс силовых упражнений. Тренировки пять раз в неделю, каждая по два часа. Для гомельчанки Юлии Неверовской это обычный режим. В спорт Юлия пришла еще в детстве. В арсенале уже немало кубков, дипломов и побед. Когда-то я тоже занималась фитнесом и шейпингом. И никогда не думала, что я приду в тренажерный зал. Ну, вот как-то я пришла сюда, наверное, и меня это затянуло. Я увидела результат. Я поняла, что именно результат от тренажерного зала, от этой работы в зале, меня устраивает и нравится. Нравятся мышцы, рельефы. Летом прошлого года Юлия стала усердно готовиться к чемпионату Республики Беларусь по бодибилдингу и фитнесу. И уже весной 2016-го представляла Гомельскую область. Результатом усилий тренировок стало первое место, которое Юлия привезла домой. Но на лаврах славы почивать не стала. Тренировки продолжились, а с ними соответственно и соблюдение строгого режима в питании и ограничения в некоторых продуктах. Ой, мне так никогда нельзя. Кажется, что ты съел бы и то слабо, и сладкого тебе хочется, и мучного хочется, и вообще всякое хочется, даже гадости, которые нельзя есть. Но когда наступает момент, когда тебе можно, ты не знаешь, ты хочешь просто хлеба с маслом. Открытый Кубок Республики Беларусь по бодибилдингу и фитнесу прошел в Могилеве в начале октября этого года. И снова победа. На этот раз Юлия завоевала серебро. Выступала в категории фитнес-бикини свыше 172 сантиметров. Следует отметить, что во всех спортивных начинаниях Юлию поддерживает ее семья. Главное желание – найдется время. Ну и, конечно, важна поддержка близких, потому что все-таки детки, и нужно дома что-то успевать, да, и нужно, чтобы все были накормлены. И внимание уделить и детям, и мужу. И, конечно, без поддержки родных и близких, ну, никак не обойтись. Ну, все получается у нас вместе, дружно, с семьей. Есть у Юлии и Церина перспективу, которую обязательно нужно достичь. Ну, хотелось бы, конечно, выехать на международные соревнования. И, наверное, пока это вот то, что я бы хотела. Остается пожелать успехов нашей чемпионке, а программа «Старты и финиши» продолжит следить за спортивными достижениями Юлии Неверовской. И на сегодня о спорте все. В следующий раз «Старты и финиши» в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. С вами был Максим Савин.